Так, мои хорошие, будем сейчас с вами делать опару. Ой, тут дрожжи-то положили уже. Короче, дрожжи, но вы знаете, что я только такими дрожжами пользуюсь, я другие не беру. Сюда делаем теплое молоко. Я целую кружку беру и ждем, пока не растворятся дрожжи. И можно сразу закинуть сахар, чтобы уже размешивать, так размешивать. Будем опару делать. И вот дрожжи сейчас растворимы, будем делать с вами опару. Все, ребята, дрожжи наши растворила. Сейчас мы с вами будем просеивать муку. Буквально чуть-чуть. Я на Пасху всегда муку просеиваю. Тогда ваши Пасхи будут просто бомбезные в пасочке. Надо такую опару небольшую сделать, чтобы проверить, как качество. Ну, я в своих дрожжах уверена, но все равно я сделаю. Тогда лучше будет все это. Там муки немножко на грамм сто. Все, нам хватит этой муки вполне. И ждем, когда подойдет. Хорошенько размешаем, 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 размешаем. И уберем под полотенчико и пусть подходит. Все, наша опара готова. Скоро будем делать остальное тесто. Вот где я еще не одела? Ребят, мы вчера вам забыли показать, какие мы Кате кроссовки купили. Что они, Катя, стоили? 799, по-моему, да? 799 ведь? 799. Ну. Вот так вот на ноги у нее смотрятся. Это... Там были, конечно, за 599, но у Кати они или маленькие были, или, наоборот, огромные. Поэтому вот такие вот. Надеюсь, в школе больше оставлять не будешь? Не украдут? Не будешь оставлять. Ну, слава богу. Так что вот такая вот еще покупка. Так, мои хорошие, продолжаем делать тесто. Что нам для этого понадобится? Здесь у меня 2 яйца и 2 желтка. 2 белка я убрала для того, чтобы делать потом глазурь. Ну, вот отсюда вот надо еще вот это вот убрать. Сейчас я... Вот это вот сюда скину. Да, вот так вот. И это убираем для глазури, потом оно нам понадобится. Дальше что сюда добавляем? Масло растопленное 180 грамм. Ну, я полный рецепт. Если надо, я могу написать вам в это, под видео в описании, как я делаю, как опару делаю, как что. Так, масло, видите, оно такое уже температуры. Немножко подогрела его, чтобы не сильно было растаявшее. Сейчас все это размешаем хорошенько, чтобы масло с яйцами смешалось. Добавим сюда еще сахара. Сейчас с вами размешаем. Сюда также я добавляю теплое молоко. Вот так вот. Да, сына, маме некогда, все идет сюда. Теплое молоко. Молоко обязательно должно быть теплое, иначе у вас тесто потом не будет нормально подниматься. Добавляем сюда сахар. Сахар смотрите по-своему. Ну, вот, кто любит сильно сладкое, кто любит не сильно сладкое. Ну, я добавлю побольше сахара, так как детки у меня сахар любят. Сладкое любят, чтобы пасочки были. Ну, где-то грамм 100 сахара. Приблизительно вот. Именно вот так вот рассчитывайте. Где-то грамм 100 сахара. Также обязательно добавим немножечко соли. Немножко и размешиваем все хорошенько. Также добавлю ванилин. У меня вот в баночке я покупала ванилин. Из-под соли сюда насыпала. Тут у меня ванилин. Это я в светофоре, когда в Соликамске была, покупала. Вот так вот, хватит. И все, опять размешиваем. Опара у нас тем временем подходит, а мы все уже жидкие ингредиенты с вами смешали. И сейчас будем сюда добавлять нашу опару. Сейчас я вам покажу, как она у меня подошла. Вот, смотрите, ребята, видите, как она у меня увеличилась в два раза. И добавляем ее сюда. Видите, как она хорошо у нас с вами подошла опара. Вот, где у меня лопатка. Лопаткой лучше всего убирать. Я, по идее, в своих дрожжах уверила. Но на куличи почему-то я всегда ставлю опару. Не знаю. Нет, есть много рецептов, где не надо опару ставить. И просто делаешь жидкое тесто. И все, и делаешь. И все, опять замешиваем это. Все жидкие ингредиенты замешиваем. И обязательно сейчас будем с вами замешивать уже муку. И все, по сути. Сейчас будем с вами сюда замешивать муку. Муку я заранее уже тут просеяла. Ну, можно, конечно, еще и просеять. Тогда вообще будут суперские куличи. Вот так. Все, сейчас замешаю и покажу вам, какое тесто должно получиться. Если интересно, оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, все. Вот такое вот у меня тесто получилось. Вот оно, видите? Вот оно. Такое получилось тесто. Все. Оставляем его подниматься. Потом покажу, насколько поднимется. И потом в конце будем уже замешивать изюм. У меня пока изюм замоченный, чтобы потом его сюда вмешать. Подсушу сейчас его и потом будет. Все, убираем, пусть поднимается. Так, мои хорошие. Тесто у нас, видите, как подошло. Это я его уже немножко приминала. И сейчас оно идеальное. У нас уже напарился вот так вот изюмчик. Короче, сейчас будем в это тесто вминать изюм. И будем с вами уже выпекать кексы. Сейчас все приготовлю и будем делать. Смотрите, ребята, какое тесто пышное. Прям благодать. Сейчас мы с вами что делаем? Вот этот вот изюм присыпаем мукой. Причем хорошо мукой, чтобы оно в тесте не опускалось. И вот так вот хорошенько мукой, 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 мукой. И высыпаем все вот это вот сюда. Тут у меня девочки с ума сходят. Маха сходит, да, с ума? Маха с ума, да, сходит. Сегодня у нас у Махи сумасшествие прям какое-то. Все, и сейчас эту муку нам надо вмешать с вами в это тесто. Все, вмешиваем. Видишь, оно вот разрываете и видите, оно там. Все. Все это вмешалось в тесто. И оно по всему тесто вот так вот будет у вас распределяться. Вы будете мешать, мешать, мешать. И будут еще вкуснецкие кексики. Кексики, пасхальные куличи, как хотите назвать. Да, сыночка? Ну, хорошо. Маме некуда спокоить. Кто на моем канале давно, те прекрасно знают, почему я всегда вечером пеку, выпечку, а не с утра. Я знаю, что сейчас некоторые скажут, Настя, надо было с утра печь. Но я всегда пеку вечером. У меня двухтарифный счетчик на электричество. На всякий случай расскажу. А то потом скажут, что у меня двухтарифный счетчик стоит. Поэтому мне выгодней выпекать вечером. Потому что у меня получится дешевле. Чтоб не прилипало, можно вот так вот. Сейчас с вами хорошенько изюм вмешаем. И все. И пойдем форму готовить. И будем выпекать с вами. И все. И будут еще вкуснецкие кексы. Надо было раньше их засыпать. Когда я еще первый раз замешивала. Но я не стала. Все по-разному делали. Может и блинком он будет, да, Ванюшка? Ваня будет кексики в маминой кушать? Ваня любит выпечку, да, мамин? Ваня, ты любишь кексики? Еще отобьем тесто. Ой, крышка аж свалилась. Вот так вот. Все, ребят, наше тесто готово. Знаете, сейчас что мы сделаем? У меня есть вот такие вот формочки. Никогда их ничем не смазываю. Сейчас мы будем с вами в них распределять. Ну, вот часть теста берем. Для работы остальное пока можем туда-то убрать. Ванечка, не прыгай, пожалуйста, солнышко. И вот так вот небольшие. Мы будем делать небольшие. Даже большие, мне кажется. Да, еще даже большие. Можно пополам. Так вот. И формочку. И можно вот так вот немножко их придавить. Они потом нужную форму примут. Все, делаем тексики. Главное, чтобы сверху не было изюма. Все, делаем. Потом покажу. Сейчас, Ванюшенька. Сейчас, ребята, первые тексики уже испекли. Вот так вот украсили. Тут уже половину съели, конечно, как вы понимаете. Вот еще украшены. Тут еще допекаться сейчас будем. И еще большие куличи выпекаем. Так что, с тряпом. И еще большие куличи выпекаем. И еще большие куличи выпекаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok